МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ямал был представлен в грандиозном проекте на выставке Билдскул. Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, а почему участие в этой выставке считается почетным? Вообще выставка проводится уже шестой раз. Она является такой точкой сборки множества авторских коллективов, ведущих архитекторов, застройщиков, заказчиков. На этой выставке происходит некий обмен мнениями. То есть это, наверное, единственное такое в стране у нас событие, где сходятся все коллективы для обсуждения именно наполнения, дизайна, какое-то функциональное назначение именно по школам. В этом году выставка была приурочена к инклюзивности. Что такого уникального используется в строительстве школ на Ямале, что наш опыт был интересен вашим коллегам из других регионов? Самое уникальное, наверное, это то, что у нас все проекты абсолютно индивидуальные. То есть у нас нет типовых проектов. Мы сознательно от этого ушли. У нас все школы строятся по индивидуальным проектам. Все школы со своим лицом, все школы со своим характером, с какой-то идеей, вплоть до каких-то слоганов у нас придумываются. Именно направленность школы подчеркивается и в архитектуре, и во внутренних интерьерах, и также в оформлении всех классов. И тем, чтобы у нас образование, объекты образования были интересными, самобытными, своеобразными. И вот это, наверное, тоже было такой некой визитной карточкой Ямала на этой выставке. Задача губернатора региона построить за 5 лет 25 школ. Это возможно? Задача, конечно, сложная, достаточно амбициозная, но реально выполнимая. У нас сейчас очень неплохая команда подобралась, конечно. И наш губернатор очень поддерживает строительство системы образования и медицины. Ну и вообще строительство в округе идет очень колоссальными темпами, если вы заметили. Благодаря такой поддержке губернатора у нас строительство идет большими темпами. То есть 25 школ вполне реально. За 5 лет? Да. А где сейчас строится, помимо Салехарда? Мы знаем, в Салехарде две школы строятся. Вот здесь, где мы находимся, здесь вот 800 мест. Да, 1275 мест. А где еще строится у нас парикал? Еще у нас строятся две школы в Новом Уренгое. Это на 800 и на 1600 мест. У нас строится в Пуровском районе, в Таркасале школа на 400, уже тоже в большой степени готовности. В Гукинском строится школа. В Ноябрьске большая школа, интересная, на 1200 мест. В Муравленко школа строится, тоже в большой степени готовности. Вот в Авгорте скоро сдается школа. Тепло, значит, уже, наверное, вот-вот к сдаче? Да. Или какие планы на эту школу? Эта школа будет сдаваться уже, ну, прямо в ближайшее время. Идут, как видите, вот уже финальные работы по отделке. То есть полуфасадная работа завершается, наводится чистота. Ну, я думаю, что в скором времени ее введем. Кто проектирует новые школы на Ямале? Разные коллективы проектируются, но к ним у нас очень тщательный отбор. То есть мы стараемся привлекать самых лучших подрядчиков по проектированию, по строительству. А на что в первую очередь смотрите, когда выбираете подрядчика? Ну, в первую очередь, конечно же, на опыт. И на возможность каких-то привнесения новых идей, новых веяний. Допустим, новая школа, которая сейчас проектируется у нас по Ямалу. Сейчас, вернее, разрабатывается концепция школ. Там они будут абсолютно другие отличаться. Там уходим от коридорных систем. Там абсолютно все по-другому будет. Даже сама система образования перестраивается. А это пусть останется пока секретом. Помещения, которые будут трансформироваться. То есть если надо, его закрыли, закрыли класс. Если не надо, вот они такие открытые в пространстве где-то используются. Где-то это просто центральные зоны, в которых собираются дети. То есть это некий уже другой совершенно подход. А учителя принимают участие в обсуждении проектов? Что вам известно по этому поводу? Да, конечно, принимают. У них спрашивают вообще, каким они хотят видеть то учебное заведение, в котором предстоит работать? Да, конечно. Мы проводим большую работу с департаментом образования. Непосредственно осуществляем. Допустим, по этой школе очень большое участие принимал директор школы. По площадкам, которые у нас, спортивные площадки. Тут консультировались с физруком, где надо, как лучше сделать. То есть у нас учителя принимают большую работу. У нас 9 месяцев зима. Темно, недостаток света. И отсюда 70% у нас детей, которые выпускаются после 9 класса, они что? Они в очках. Расскажите, как будет организована система освещения конкретно в этой школе? Или вообще в других школах-новостройках Ямала? Здесь реализована уже умная система освещения. Система освещения условно-геометрически выглядит как обычно. Это линейные три ряда светильников, как мы привыкли во всех классах. Отличие заключается в двух особенностях. Во-первых, здесь добавлены ультрафиолетовые лампы. Ввиду того, что у вас есть длинный период, когда солнышко вообще не светит, то есть ультрафиолетовый свет будет внутри класса. И во-вторых, это система умного освещения с цифровой тенью, так называемой. Что это такое? В классах будут находиться датчики освещения, которые будут, так скажем, световые пятна считывать. То есть у окна летом намного ярче освещение. Там не нужно так ярко светить диодом в светильнике. Они могут работать приглушенными. Со стороны коридора, соответственно, где стена глухая, там освещение нужно больше, они будут работать. У нее есть некоторая память. То есть в случае, если датчик вдруг выключился, испачкался, например, это не значит, что она не будет работать. В ней сохранится алгоритм. В это время суток в этом кабинете работала вот так. И она будет поддерживать этот алгоритм, пока ее обратно не восстановят. А кто управляет этой системой? Управляет сама собой, по большому счету. Она централизована. Но что касается света в одном конкретном классе, здесь будет клавиша на входе. Она будет похожа на выключатель, но она там не будет фиксироваться в положении. То есть нажимаешь, она отпружинивает обратно. И просто будет алгоритм работы клавиши. То есть условно, там одно нажатие короткое, включить свет. Одно там длинное, максимальная яркость всех светильников. Учитель приходит, открывает класс, нажимает один раз на выключатель. В классе выравнивается освещение до тех норм, которые необходимы именно для учебного процесса. Потом учитель захотел показать какую-нибудь мелкую, мелкое наглядное пособие ученикам. Ему нужно максимальное освещение, возможное для класса. Он подходит, коротко два раза нажимает, свет становится максимально ярким. И ученик может разглядеть это маленькое пособие. Или учитель захотел включить фильм какой-то, подошел, в другом алгоритме нажал на выключатель. Свет стал максимально тусклый, но не выключился. Вот в этом смысле. Для нас, родителей, важно, чтобы в школе было в том числе и безопасно. Вот новые школы, они безопаснее, чем строились раньше? И в чем их безопасность? Да, гораздо безопаснее, конечно. Тут учитаны уже все последние требования к антитеррористической безопасности в том числе. Ну и по всем известным печальным событиям сделаны определенные выводы. Здесь используется также интеллектуальная система управления доступом. Будут высокоскоростные турникеты. Ну, помимо того, что у нас периметр огражден, и будет там охранник на внешнем периметре. И определенный КПН, мы все понимаем, что большое количество детей, если там их тормозить, на входе будет пробка. Поэтому внутри школы будут установлены высокоскоростные турникеты. Это как метро. Вот эти шторочки открываются. Причем система распознавания лиц. То есть, ну, не только какие-то карточки доступа, но и если дадут родители свое разрешение, ну, на геометрию, то, в принципе, ребенок заходит, его в систему узнает, пропускает. Как конкретно в этой школе? В этой школе она уже внедрена. Эта система уже построена, она в наладке. Ну, по всем школам, да, сейчас внедряются такие системы, конечно. А сколько стоит построить новую школу? Недешево, прямо скажем. Потому что тут на цену влияет же еще очень много наполнения. Сейчас мы стараемся школу делать под ключ, наполнить ее полностью всем необходимым, в том числе вот этими новыми современными системами, там интерактивные панели какие-то. Ну, и, конечно же, оборудование, которое закупается в школы, оно не самое дешевое. Оно должно соответствовать всем последним разработкам, всем тенденциям. А еще просто в Ямал все привезти, да? Да, конечно. Это тоже немаловажный фактор. В среднем где-то 170-180 тысяч за квадратный метр школа. А сколько здесь квадратных метров? Здесь 15 тысяч. Я боюсь посчитать. Действительно, очень дорого, да? Да. Ну, тем не менее, такие деньги у округа выделяются. Благодаря, конечно, Дмитрию Андреевичу он на это деньги не жалеет. Доступная среда для всех. Ну, то есть удобно должно быть и детям, в том числе с ограничениями здоровья. Вот скажите, какие инклюзивные решения приняты, точнее используются в новой школе, в новых школах Ямала? Вообще, сейчас как раз вот то, что мы обсуждали в этом году на выставке Билл Скул, как раз инклюзивная среда, это сейчас становится таким краеугольным камнем при проектировании, при создании доступности среды. Допустим, в этой школе уже сделаны все мероприятия для доступа маломобильным группам населения, там 1, М4, в общем, тут все могут. Это же уже касается и ширины дверных проемов, подъемники, лифтовые вот эти входы, то есть все продумывается, логистика человека, как он может куда-то попасть. Высота порогов. Здесь сделано полностью для любого человека, любой ребенок, который имеет определенные особенности, он может посещать эту школу. Мы совсем рядом у детского сада мамонтенок, не могу не спросить. Вот проблемный такой детский сад, он какое-то время поработал, потом раз перестал, да, то есть говорили о том, что, в общем-то, у него там ошибка в конструкции. Вот здесь вы уверены в том, что все будет в порядке? Уверен. Здесь все будет в порядке. Это, конечно, все эти ошибки были проанализированы, сделаны определенные выводы. Конечно, здесь еще вот такой особенностью можно сказать, что, наверное, здесь одни из самых длинных свай в этой школе. Сколько там внизу? 22 метра свая. Ну, если для понимания, пятиэтажный дом, это 15 метров. Строить можно, но нужна технология. Нужна не только технология, нужны очень качественные изыскания, очень качественное проектирование. Сегодня бассейнам в школе вообще никого не удивишь, да? Какие бассейны строят в школах ямальских? Сейчас в школах, которые проектируются, мы планируем стандартные бассейны 25 метров. Причем в некоторых школах планируется еще организовать доступ для населения в то время, когда нет учебного процесса. То есть это нормальные бассейны, там это не какие-то лужицы, это полностью полнофункциональные бассейны. На ваш взгляд, взгляд строителя, вот хорошая школа – это какая? На мой взгляд, хорошая школа – это та школа, в которую хочется возвращаться, в которую хочется ходить. И вот создать как раз доступную среду такую, интересную среду для детей – вот это, наверное, наша основная задача. Чтобы им не хотелось идти куда-то в торговый центр, где там потусить, а чтобы они могли это сделать в школе.